Шансон Шансон Жанр французской песни, как правило авторской, отличающийся реалистичностью, лиричностью, содержательностью текста. Шугейз Стиль рока, характеризующийся размытостью в звучании инструментов и вокала. Название обусловлено тем, что музыканты часто использовали педали звуковых эффектов и смотрели вниз на них во время выступления. Блэк гейз Жанр, объединяющий элементы блэк металла и шугейза. В просторечии именуется зефир. НСБМ Noxious and Subversive Black Metal Вредный и подрывной блэк металл. По крайней мере, так сказал вот Хаббелер в документальном фильме «Pest Noir La Chaise Diable». Проверять эту информацию мы, конечно же, не будем. Живя в одиночестве, вдали от всего, стоя на крышах мира, я всегда наблюдаю за тобой, когда ночь опутывает город и умирают надежды. На изгибе улицы я возьму тебя за руку, чтобы показать тебе синие огни и бежать за ускользающими тенями. На изгибе улицы я возьму тебя за руку, чтобы больше не отпустить. И как безумцы мы ринемся в темные аллеи. Песня Ameserve с альбома Ameserve группы Ameserve. Поговорим сегодня о творчестве Одри Сильвейн, замечательной французской певицы из города Авеньон. Танцовщицы, мультиинструменталистки и просто святой женщины. Святой, разумеется, по версии КПН, если вы понимаете, о чем я. Не так много известно про саму Одри, но немало проектов были украшены ее голосом, очень изящным, узнаваемым, аутентично французским. И хотя Одри почти нигде долго не задерживалась, эти проекты интересны и некоторые из них стали ключевыми, даже основополагающими в своих нишах. И первый ее проект, как раз такой, родился в городе Баньоль-Сюрсез, на юге Франции, во взаимодействии с Нежем. Неж, французский музыкант, создатель проекта Alceste. Возможно, самого доброго и мечтательного Black Metal проекта в мире, если все же относить Alceste к этому стилю. Основоположник Black Gaze. Участвовал в группах Amateur, Pest Noir, Mortifer, Old Silver Key и многих других. Неж как-то раз сочинил две песни изначально для Mortifer, но для этого проекта они оказались слишком милыми, что ли. И тогда Одри и Неж, которые были уже друзьями, сочинили вместе третью песню, и так вышел первый релиз нового проекта под названием Amateur. Он стал одним из первых в стиле с уморительным названием Black Gaze, причудливая смесь Black Metal и Shugaze, а здесь заодно и постпанка. Идея проекта — это отражение современного урбанистического мира, неестественного способа существования разобщенных людей в бетонных человейниках. Amateur были концепции до того, как стать музыкой. Я долгое время жил в деревне и не был привычным к городу. Там я чувствовал себя как на другой планете, как из-за обстановки, так и из-за отношения людей. Это очаровывает меня так же сильно, как и отвращает. Меня особенно привлекает ночной город. Его атмосфера, непредсказуемость, холодные огни огромных футуристических зданий. Для большинства людей это совершенно несущественно. На мой взгляд, это передает что-то романтическое в изначальном смысле слова. Невероятное окружение, подходящее для иллюзий, историй и фантазий. Название Amateur наиболее точно можно перевести как «Родственные души». В чем-то эта музыка подобна протянутой руке, которая оказывает поддержку, столь важную в условиях, которые превращают людей в человеческие руины. Ruines humaines. Именно такое название получил первый релиз. В его записи участвовали только Нэш и Одри. А оформлением занимался Ферси Тесье. Ферси Тесье, французский музыкант, художник-мультипликатор, и держу гейс-группы The Disc Hair. Оформлял релизы групп Alcest, Amateur, The Disc Hair, Druth, Mobit Angel, Best Noir, Agalak и многих других. Участвовал в сочинении и песне на альбоме Amateur 2009 года. А также исполнил партии гитары и баса. В оформлении альбома мы видим черно-белые фотографии, сделанные Изабель Хансен. Эти фото передают давящий и холодный дух мегаполиса, заполненного людьми, но при этом такого пустого. По словам Нежа, метро — метафора обесчеловечивания, тревоге, стресса и печали, порожденных современной жизнью. Это агрессия против чувств. Ну а так как участники группы французы, то они для иллюстрации всех этих невеселых мыслей выбрали метро Лондона. Музыка Amateur разнообразна. В ней есть легкий французский Black Metal, меланхоличный, перекликающийся с Мортифора, другим проектом с участием Нежа. Блэковый скрим его дополняется спокойной и изящной манерой пения одри, которая иногда переходит в декламирование. Местами оба вокалиста срываются в вопли, напоминающие о депрессивно-суицидальном Black Metal. При этом Black — совсем не доминирующая стилистика Amateur. Постпанку уделено не меньше внимания. Неж отмечал существенное влияние британцев Joy Division. Этой группе, кстати, посвящен EP. А элементы шугейра добавляют музыке атмосферы и мечтательности, обволакивая слушателя звуковым туманом. Субтитры подогнал «Симон» Местами подогнал «Симон» Парал «Симон» Парал «Симон» Дальше группа выпустила сплит с проектом «Вальфунд», о котором еще скажем. На нем всего одна песня «Амэсэр» — «Ле ручь малад» — «Больные ульи», которая вошла в полноформатный альбом «Амэсэр» 2009 года. Он стал для группы первым и последним. В группе на тот момент присоединился гитарист Ферси и барабанщик Винта Хальта из той же группы «Ле диск Хэр». И группа даже успела дать концерт. Считал, что видео этого концерта есть у Ферси, но он никому не покажет. Концерт ведался довольно посредственным, хотя это было хорошее событие для нас. Мы играли перед 30 людьми, и сатхлист был очень коротким, так что мы не получили должного удовольствия. Это было в Ладене, деревне недалеко от Авеньона. В буклете музыка «Амэсэр» названа колейдоскопическим саундтреком современной эры. Действительно, она очень разнообразна. От спокойного перебора до бластбита в первом же треке «Gas in Veins». От тихого эмбиента в композиции с непроизносимым названием, до нойзовых эффектов в следующие песни «Trouble». От жёсткого блэкового звучания в той же «Trouble», до почти чистого постпанка в песнях «Амэсэр» и «Видеогрл». От непроницаемой депрессии до внезапного озарения. Альбом оканчивается скрытым треком, напоминающим об Индастриале. Один из образов города в этом альбоме – колония насекомых, улей, живущие по своим законам, где жизнь отдельного обитателя не имеет ценности. Бродя у подножия серых ульев, я поднимаю глаза к небу, которая своей необитаемой синевой пригвоздит меня к земле, ещё более отсутствующей, чем я. В жизни, что я веду, каждый день похож на другой. Оса среди ос, я отдал свои крылья на радость глупым осиным королевам. Одна из песен «Recuriement» – созерцание, размышления, положена на стихи Бодлера, одного из французских проклятых поэтов. Будь мудрой, о моя боль, и утихни, Ты жаждала вечера, вот он спустился. Сумрачная атмосфера окутывает город, Неся одним покой, другим заботы. Субтитры должен стать Anne Малина, где… будут струнцен, university When A tradition лучшие хозяй cuisent están А тыpelled свои глаза вấuчаками, трубу на бесфильные Малины в city Одна из инструменталок носит сложное название с римскими цифрами. Если заменить их на буквы по порядку в латинском алфавите, мы получим Amateur is dead. Почему так? Дело в том, что еще до записи альбома проект был приговорен. По словам Адри, девушка, с которой тогда встречался Нэш, была категорически против, чтобы он участвовал в одном проекте с Адри. И Нэш свернул Amateur и занялся своим проектом основным Alcest, который тогда набирал обороты. Сам же Нэш отрицал эту версию и обвинил Адри, что она захватила их аккаунт на MySpace, чтобы опубликовать свое сообщение. И все же, несмотря на такую ситуацию, группа собралась и записала альбом, что вызывает уважение ко всем участникам. Интересная история фотосессии к альбому. Хотя мы видим на ней всех четырех участников группы, Адри на общей фотосессии не присутствовала. Ферси отснял ее отдельно и прифотошопил позже, основательно поработав над светом. Отметим, что во время работы с Нэшем у Адри отметилась и в дебютном альбоме Alcest, основополагающем, под названием Сувенир де Нотер Монт, воспоминания из другого мира. Это название очень точно отражает всю идею Алсест. С детства у меня было впечатление, что я соприкасаюсь с далекой и светлой страной. Я назвал ее банально «Сказочная страна». Моя цель в Алсест – перенести в музыку мои воспоминания об этой стране, которые лежат вне всей земной и реальной красоты. Алсест стал, наверное, самым известным проектом стиля Black Gaze, и по сей день его концепция и музыка вызывает ожесточенные споры. Это связано с тем, что к Алсест подходит с меркой Black Metal, но Нэшем объясняет, что это неверно. Наша первая демо была в стиле Black Metal, но не думаю, что после этого наша музыка была Black'ом лишь потому, что в ней есть бласт бит и эскриль. Атмосфера там совсем другая, почти противоположная, очень невоодушевляющая, мечтательная и хрупкая. Я только взял некоторые элементы из этого жанра, но сделал это с целью сделать из него что-то иное. Так что не думаю, что в Алсест есть Black. Вот почему многие не понимают эту музыку, а не подходят к ней с позиции Black Metal'а. На дебютном альбоме в песне под названием «Sir, Лотов Рэй, Джеттожан Дрэй» мы можем услышать голос Адри. Название песни переводится как «На другом берегу я буду ждать тебя». Это и есть воспоминание о встрече мимолетной с другим миром и надежда вновь прикоснуться к нему. «На другом берегу я буду ждать тебя на протяжении долгих лет, в надежде вновь увидеть твое лицо вечного ребенка, чьи посеребренные глаза выдают возраст и мудрость». И хотя на этом дороге Нэжа и Адри разошлись, Нэж успел познакомить Адри с еще одним музыкальным деятелем из города Авеньон, главным возмутителем спокойствия во французском Black Metal'е, Фомином, который своим творчеством отдает, по его собственному выражению, дань памяти нашим кровожадным предкам. Фомин, он же Лесаль Фомин де Вальфунд, французский музыкант, хулиган и националист. Бессменный художественный руководитель ансамбля песни Pest Noir, исполняющего Black Metal разной степени авангардизма, с элементами шансона, полка, рэпа, путежа и животноводства. Любитель Виона и Верлена. Может даже самого дьявола заставить служить Франции. Именно Фомин создал проект Вальфунд, сплит которого с Амосов я упоминал. И здесь можно услышать голос Адри во время исполнения Сренады Верлена. Правда, придется для этого хорошо прислушаться. Потому что, как написано в буклете, запись выполнена Фомином на устаревшем оборудовании и с помощью дешевых микрофонов. И, что немаловажно, самолично им сведена. Для проекта Вальфунд этот сплит стал единственным релизом. А вот Pest Noir совсем другое дело. Концепцию этой группы можно описать названием их альбома 2009 года «Баллада против врагов Франции». А стиль музыки? Как раз с небольшого участия в этом альбоме и началась история ОДРИ с Pest Noir. Фомин, кажется, не ограничивается в своей музыке ничем. В духе бурлеска он смешивает высокое и низкое. Изысканный французский мелодизм с кашлем и рыганием. Воркование голубки с кваканьем жабы. Стихи классических поэтов с грязными ругательствами. Неудивительно, что в этом храме искусств очень к месту пришлась святая ОДРИ. Именно так. Saint-Odry-Yolande de la Molde-Verge. Как она именуется в буклете «Баллады против врагов Франции». Баллады против врагов Франции – это стихотворение Франсуа Вийона, поэта и разбойника позднего французского средневековья. Фомин написал песню на это стихотворение, и оно дало название всему альбому. Пусть вниз башкой, как выпь в пруду торчит, Четыре месяца крича при том, Иль турку за монету будет сбыт, И там, как вол гуляет под гермом. Пусть тридцать лет блуждает Магдаленой, Ни шерстью не прикрыт, ни тканью тленной. Пусть как нарцисс в воде бы он пропал, Пусть как авесолом вкусит кинжал, В петле повиснет, как искариот, Как Симон Волф изведает провал, Всяк, кто на Францию хоть мыслью постигнет. С этого альбома Лодри стала постоянной участницей группы, Сочинила несколько интерлюдей, Исполнила партии клавишных, Органа Хамонда, Женские вокальные партии. Вот как Фомин охарактеризовал альбом. Тематика альбома – сатанинские воины франкоэкстремисты. Большая часть текстов – традиционные военные песни, Некоторые монархические. Я только развратил эти тексты, Сделав из них источник зла и посвятив королю сатане. Я спел также поэму Верлена, Автора, которого я обожаю, из-за которого живу и творю. Реквиент для Ниоки – это дань памяти немецкой овчарке, Принадлежавшей Адри. Собака недавно погибла. Это была действительно хорошая собака, Она укусила много иностранцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Следующий альбом «Лёх дурь а летапер» – это «Помойка в чистом виде». Так переводится название альбома. И Фомин доводит глубление до максимума. На обложке – картина Делакруа «Свобода ведущая народ», Интерпретированная человеком под псевдонимом Вальнегов. Звучание стало еще более экспериментальным. Добавились элементы цирковой и электронной музыки. А заключительный трек «Ля кондию» местами напоминает о творчестве Нежа. Фомин, как всегда, отвязен. Партии Адри немногочисленны, но душевны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кстати, если кто не знает, на этом же альбоме Фомин изображает петуха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Альбом 2013 года под названием «Пест Нуар» немного поубавил в экспериментальности, но все же остался оригинальным и провокационным. Отвем, например, песню «Демонарх». Ее название представляет собой сочетание слов «демон» и «монарх», а сама она вдохновлена песней крестоносцев. «Попоследуем же за демонархом, ибо горечий гнев натягивают лук, чтобы стрелять в воров. Последуем за королем Анархом, что очистит гексагон от самозванцев штурмовой винтовкой». Альбом примечателен большим количеством гостевых участников, среди них, например, Роман Саянко. Отмечу, что на этом альбоме Фомин и Одри сложились как дуэт, и это, я думаю, один из самых оригинальных металлических дуэтов. Субтитры создавал DimaTorzok Следующий альбом называется «La Chesse Diable». Дело в том, что пест-нуар базировались в коммуне «La Chesse Dieu», что означает «Дом Бога». Альбом же назван, соответственно, «Дом Дьявола», и на его обложке изображена кухня Фомина. В этом альбоме занятно, как Одри перенимает вокальную манеру Фомина. Кстати, песню «Le Diable Existe» «Дьявол существует» она назвала любимой из всего репертуара пест-нуар. И этот альбом стал, увы, последним с участием Одри. Ему посвящен документальный фильм «Pest Noir à la Chesse Diable». Отметим еще один хит под названием «Канже Буа Ду Вен», «Когда я пью вино». Ее текст основан на французской народной песне эпохи Возрождения с таким же названием. «Канже Буа Ду Вен», «Когда я пью вино». Проект Malnui и его EP Encondescent, что можно перевести как «раскалённое, сверкающее» — это результат дружбы и сотрудничества с некими «Тибо-С» и «АР-Коммандером» — главный и самый личный проект «Тодри», где она руководит и сочиняет больше всего. Я избавляюсь от всего дерьма в моей жизни, пытаясь сделать из этого что-то красивое. Всякий раз, когда меня что-то вдохновляет, будь то чтение, музыка, когда я выгуливаю собаку, когда я пьяна или мне грустно, я записываю это в блокнот, в телефон, в компьютер, куда угодно, чтобы запомнить. Читаю это позже и смотрю, смогу ли я что-то с этим сделать или нет. Музыкально релиз очень разнообразен. Здесь есть готик-рок, дарк-фолк, дарк-эмбиент и, конечно, традиционный для Одри микс постпанка и блэк-гейза. Альбом возревал четыре года, и он действительно очень личный. Вот фрагмент песни, которая носит название «Воспоминания об Утр-Оверн». Оверн Рона Альпы — это регион Франции, где, кстати, и находится Камуна Лошездио. Я на дне впадины, больше нет света, что коснулся бы моей жизни. Это началось не вчера. Иногда я засыпаю, потому что мне все безразлично, или пью без передышки, пока не упаду на землю на улицах Плермона в явственных синяках. Я потеряла разум, праздник окончен. Сегодня я выживаю, подобно одинокой волчице. Твой призрак преследует меня, и каждый раз я терплю поражение. Одри не уточняет, о каких именно событиях идет речь, но явно у нее был тяжелый период. Я вижу намек в припеве этой песни, в словах «Le Diablo Sonne Talle», но это лишь версия. К проектам с постоянным участием Мудури относятся и Асфадель. Проект был создан почти случайно, когда песню Мальнуи репостнул Spellbound. Spellbound — французский музыкант, барабанщик, ставишник-вокалист. Наиболее известен как вокалист Урлак. Это мелодичный black metal с песнями на средневековую тематику. Его название вдохновлено именем родного города Урияк на оксидантском языке. Уважает скандинавскую депрессивную black metal сцены. Life Lava, Van Helga, Total Self Hatred. Асфадель — красивый и мрачный цветок, символизирующий смерть и забвение. В мифах древней Греции луга Асфаделей в царстве Аида служит одним из пристанищ для мертвых, которые не заслужили ни Элизиума, ни Тартара. Асфадель в некоторой степени задумывался как реинкарнация Амасоя. Даже обложка альбома Жукпаль «Бледные дни» похожа на обложку альбома Амасоя. По случайности, оба проекта роднит еще и то, что они выпустили только по одному полноформатнику. Есть общие черты и в музыке, но если наш привносил в Амасоя легкое зефирное звучание, то у Spellbound оно несколько более жесткое и пост-black metal, местами даже депрессивное. Недаром тут поучаствовал граф из грузинской ДСБМ-группы Psychonaut 4. Музыка Асфадель отражает внутренние трещины человека, потаенные печали, ощущение опустошенности, фрустрации, несовершенства и тщетности. Воспоминания копятся, хранятся глубоко внутри, изнашиваются как страницы, не сопротивляясь страшному циферблату, который исполняет свой закон, издалека смотрит на нас и неизменно нас сокрушает. Теперь о кратких и гостевых участиях в других проектах. Хонзе Мэджин. За этим проектом стоит мастер шведской депрессивной музыки Ким Карлсон, известный по проектам Лайфлава, Гипотермия, Кальн и многим другим. Ким упоминал чуть ли не о трех сочиненных альбомах этого проекта, но судьба их мне неизвестна, и мы имеем только два трека странного, красивого, меланхоличного и медленного рока. Одри поучаствовала в роли временной вокалистки, но постоянной так и не нашли. Джерем – один из десятков проектов австралийского музыканта Тима Ятреса, где он играет постблэк. С этой группой Одри выступала и вживую в Германии, что было довольно редким явлением, так как артистка не любит такие мероприятия и чувствует себя некомфортно перед толпой. Так что записи ее выступлений можно пересчитать по пальцам. А голос ее мы можем слышать на альбоме «Гриф» – «Горе». Дуэт – версия титульной песни альбома «Error of Trinity» – известнейшего германского проекта «Наргород». Безусловно, самый необычный альбом проекта композиционно, где нашлось место даже испанским мотивам. Безальянс – второй альбом «Cross the Fair». Железная грязь и вроде бы вид сковородки. Постблэк метал, который по утверждению группы рекомендован для утонченных натур, свиноедов и прочих пьяниц. Энергичный ржавый металл про горклой эры. Стоит сказать еще о несостоявшейся коллаборации Одри с постблэк металл группой «Harakiri for the Sky». Совместный трек был уже записан. Но когда опубликовали трек-лист, некоторые активисты в комментариях припомнили участие Одри в «Pest Noir», антимигрантскую позицию ее, и в итоге участие певицы из трека «Once Upon a Winter» было вырезано под давлением менеджмента. Что правительно во Франции, здесь вы можете быть алжирским, марокканским, турецким, китайским или израильским националистом, но ни в коем случае не французским. Кому нужно, могут посмотреть, что недавно Одри писала по этому поводу в фейсбуке, как объясняли это «Harakiri for the Sky». Вся эта ситуация, простите за мой французский «La merda l'eta pure». Скажем о плюсах только. Во-первых, в честь своей отмены Одри дала на несколько дней скидку 50% на Мальнюи на бендкэмпе. Во-вторых, она пообещала выпустить мерч с Ча Геварой для активистов из числа фанатов «Harakiri for the Sky». Ну и в-третьих, из-за всей этой ситуации только, я немного преодолел свое невежество и узнал, что «Harakiri for the Sky» играет все же весьма интересный пост-блэк-метал. Но очень тщательно от меня это скрывали благодаря своему названию, которое подходит скорее для металлкора. И все же новый альбом «Mer» мне было бы куда приятнее слушать, если бы не приходилось при этом каждый раз вспоминать о культуре отмены. Вернемся к «Harakiri». Я считаю, что ее потенциал еще есть куда раскрывать, ведь в большинстве проектов она была на вторых ролях. Но вера в лучшее, ведь эта артистка вполне может принять участие внезапно в самых разных проектах и также внезапно из них вылететь. Пленительный голос с его незабываемым тембром и узнаваемая манера пения, непростой характер, взгляды, которые многие люди могут назвать радикальными. Музыкальные интересы, которые простираются от Милен Фармер до Безмааш, от Урфауст до Айспик. Все это составляет яркую индивидуальность, за которую мы и любим Одри, да и вообще французскую сцену. Я надеюсь, еще десяткам других проектов и коллабораций Одри нас удивит.